Итак, мои советы для участия в различных джемах. В первую очередь это касается геймджемов, так как на его основе я их собирал. Алексей, слайд, пожалуйста. Итак, первое. Первое, вам нужно подготовить за готовность. Ну, различные текстуры для партии, системы частиц, клашки, любые кубики, треугольники. И все, как вы привыкли работать с различными пилотами так, чтобы это было удобно для вас. Можно собрать два базовых балансика с анимациями, с простейшими контроллерами, чтобы ими пользоваться сразу же. Необходимо сразу же заготовить структуру каталога, структуру сцены. Для чего все это делать? Для того, чтобы, когда вы уже участвуете в каталоге, для вас это не обнимало время на начальных этапов. А, я все сделаю, я все смоделирую на первых минутах. Нет, на этом нет времени. В первых минутах лучше посвятить прототипированию, проработке идеи. Алексей, слайд, пожалуйста. Второе. У вас были знакомые контроллеры. Сможете подробненький, да? Контроллеры движения, прыжкасты, выезды. Можно переход между сцетами, контроллеры музыки. Зачем это делать? Когда вы уже используете свои уже родные контроллеры, вы знаете, как работать именно с ними. С ними вам будет удобнее работать и быстрее. Ваша работа будет выполняться быстрее. Перед тем, как происходит, хакатоны или джем. Обратитесь, посмотрите на ваши маркеты, маркеты ассетов, близлежащих к вашим движкам. Обычно, в рамках больших мероприятий джемов, там проходят небольшие акции на пакеты, которые могут развиваться в результатных порядках. Такие были на ProBright, на Kenya Ассет, множество других. Просто подготовьтесь к этому заранее. Имея уже базовые ассеты, вы сможете не дернуть художника раньше времени, подготовить базовые наработки в торчащие сроки. Еще одна интересная заменка, которую я увидел прямо на прямом примере. Одна из команд собралась и решила именно на джем изучить новую технологию. В движении Default что получилось? Они не разобрались технологии, они забросили проект, они не сделали и не выступили в ничего. Поэтому, есть такое замечание. Если ни один из главных членов с вашей командой не знаком с какой-то технологией или пешком, начиная эта вибрация. Изучая это во время джемов, вы правали. Алексей Славович. Третье. Банально простое, чистые ручки и бумаги. Первое время вы будете прототипировать на бумаге. Вам. Вы можете, конечно, открыть какой-нибудь крутой энергетический редактор, рисовать там. Это будет намного дольше, чем просто привести своих людей на бумаги. Плюс учтите, в такой момент, тыкая пальцем в монитор, не так видно всем членам команды, занимая какими-то панельками этот монитор, не так видно всем членам команды, что вы хотите до десяти. Ручка с бумагом, простой, простейший и эффективнейший способ. Алексей Славович, пожалуйста. Еще интересный совет. Как мне нужно показывать проект игроку? Опять же, не надо... Представим, что вы сделали проект, и он находится на ноутбуке. Ноутбук небольшой. Подходит человек, его не видно. Старайтесь сделать приложение так, чтобы оно не было в окошке и в нередах. Учтите, что когда вы защищаете проект, как правило, шумно. Вот простой пример. Поэтому игрок не услышит звук игрок, фантастическую вашу музыку, то, как происходит обучение игрока. И ему это непонятно. Поэтому сопровождайте все, что вы делаете, речь. Объясняйте. Показывайте, что здесь необходимо сделать. Он просто в это время сейчас не поймет. Он сконцентрирован у нас маленькая. Но... Учтите, что когда вы показываете проект, как бы... Многим людям не как сейчас, вот, простым, презентация проходит. Один человек в конце выходит и защищает игру. При этом будет, конечно, все. И ваша музыка, и то, как происходит обучение, и так далее, и подобное. То есть все, что вы не покажете на предварительном показе, будет видно в конце. В самом конце будет заметно то, что у вас нет музыки, у вас плохое сопровождение звуком, у вас плохое обучение. И нет декстурки. И нас не нужно делать так, что подходят ребята, дети подходят, им интересно. Мальчик, иди отсюда, у тебя нет бэджика, я покажу только языки. Не надо смотреть на бэджики, не надо смотреть... Жири этот человек или нет, просто показывайте игру. Вам будет понятнее, у вас спидбэк будет больше от того, что вы показываете. Всем, любому. Алексей, слайд, пожалуйста. Нужно добавлять читы в игру. Почему? Когда я лично представлял свой проект, у нас случился казус, который не случался на предварительных плейтестах. Наш герой выпался с одним коллайдером, его нельзя было не убить, чем игра как бы зависла. Ну, все двигается, все работает, но человек со мной коллайдером. Ничего нельзя сделать, пришлось бы перезапускать приложение и проходить заново. Это время, поэтому нужно было добавлять базовые читы. Допустим, пропуск уровня, какую-то невезлимость персонажа. Это поможет вам, если у вас статистическая ситуация, изменить какую-то презентацию. Именно презентацию. А ваша презентация, как правило, сможет принести вам такие баги, которых вы не ожидали. Алексей, слайд, пожалуйста. Если все ломается, то вам нужно снять видео по X-Play, можно сказать. Я видел, как другие команды сделали просто. Игра была очень... Выпадала в самых небесных вещах, поэтому ребята засняли видео. Скомпоновали это, и в итоге получилось видео. Вот вот презентация проекта. Не надо обязательно подходить с рабочей версией и приставлять игру, так сказать, на горячем. Можно снять небольшое видео, где будет меньше дюбров. Минус в том, что вы должны это делать заранее. Алексей, слайд, пожалуйста. Есть еще презентация мировая. Допустим, происходит джек, но после него ваш проект могут рассматривать люди со стороны. Допустим, вы отправляете свой проект в банду на рассмотрение какого-то большого жюри. Для этого вам нужно предусмотреть сразу же английскую локализацию в игре. Правила проекта, которые вместо локализации получают низкий оценок и меньший интерес, чем кто, если бы это было на английском языке. Тут выхода два, и вам нужен человек в команде, которая говорит на английском или локализатор, и придумывайте игру, которая слабывается на тех иконах без текста. Еще не делайте сложную игру. Правила игроки могут быть, в частности, членами жюри. Они могут, они не поймут, что здесь надо, что это крутая механика, что таких мало и ее сложно реализовать. Не надо это делать. Акцентируйте внимание на том, чтобы играть весело и круто. В презентации желательно иметь один углавный эффект. Это очень хорошо действует на вечность в презентации публики. Допустим, в конце какого-то уровня влазит большой зомби или поворачивается, все действие оказывается что-то трюкмерном или не другмерном. Это очень хорошо действует на этапе финальной презентации. Но опять, не вывезайте графику, лучше заработать историю. Потому что, когда вы презентуете проект, вы рассказываете историю. Вы не говорите, вот здесь я очень долго работал над этим контроллером, он очень сложный такой есть только в такой-то игре. Тоже мало понятно. Скорее на презентации расскажите, что в игре есть история. История приоритетнее, чем рассказ о ваших контроллерах. Алексей Славин. Интроверт. Как правило, разработчики – это люди, которые интроверты. Они боятся рассказывать, они боятся выходить из рамки комфорта. Будьте к этому готовы. Вы пришли на Game Jam, чтобы сделать проект и защитить его. Поэтому вам нужно после завершения проекта уметь хорошо о нем рассказать. А никто этого не знает лучше, чем вы. Поэтому вы будете или один из ваших членов по команде рассказывать о проекте. Поверки горла пересекают очень сильно. Наплыв жири может быть очень большой. Подготовьте водичку, чтобы прополоскать горло. Учтите, что если вы работали над проектом два дня, вы, возможно, плохо пахнете. Поэтому смените финальными презентациями рубашку. Прополоскайте горло, я не знаю, мятную таблетку возьмите. Это все тоже может от вас не отгонять. Помните про это? Алексей Славин. Запомните, что все члены вашей команды нужны. Да, я не программист, я не могу, но я хочу участвовать, я хочу прочувствовать этот джем. Я хочу узнать, что это такое, я хочу быть в создании игры. С такими словами подошел к нам человек, и он успешно справлялся с действием. Он прорабатывал геймплей в голове. Есть люди, которые, да, нужны по программированию, есть по графике. Есть люди, которые просто будут постить информацию в соцсетях у вас. Тем более, если джем занимает 10 дней, и там есть мировая защитная проекта. Можно повещать, посмотрите, заполнять формы в конце джема. Вероятнее всего, вы должны будете заполнить формы на каком-то определенном сайте, чтобы отправить ваш проект, отправить исходные коды. Это тоже будет занимать время сфотографировать. Наконец, вашу команду, вести видеопрезентацию. Это все требует человека часов. Поэтому этим можем заниматься другие люди. Берите в команду всех. И все слайд, пожалуйста. Последнее. Зачем собственно прототипирование? Зачем собственно геймджемы? Геймджемы — это мероприятие по быстрому прототипированию. Зачем участвовать в джемах? Затем, что такое скоростное прототипирование необходимо вам, как и большим фирмам. Поверьте, большие компании Google, а сегодня Google Wargaming, проходят ежемесячные скоростное прототипирование игры. Люди выбирают свои идеи, они фичи катят их, прототипируют. И в результате уже видно на конечном продукте, который сделан за несколько дней, есть ли там перспективы или нет. В конце вы можете видеть, что небольшой командой за джем, который выполнялся 48 часов 5 дней, вы можете получить продукт, который уже нравится аудиторию больше, чем в этот продукт сделали за несколько лет. Всего спасибо.